Я отношусь к ним с такой доброй завистью. Если раньше эти шансы рассказать о себе, донести свои умения, желания, таланты, просто поговорить с человечеством в масштабе планетарном, эти возможности были у единиц. Теперь любой человек, у которого есть доступ к сети, может говорить с миром. Вопрос, что вы транслируете. И вот тут уже во мне включается мама, потому что социальные сети, они, разумеется, как любой эфир, они могут быть как полезными, так и разрушающими. Поэтому я за то, чтобы все дети, которые блогеры, они, во-первых, несли ответственность за то, что вы говорите, за то, что вы транслируете, о чем вы рассказываете, как вы это делаете. Универсальный совет. Ну, знаете, у меня даже в шапке аккаунта написано, что изучаем, то и получаем. Я за то, чтобы нести в этот мир, ну, как минимум, добро, как минимум, хороший русский язык, как минимум, уважать свою страну, уважать коллег, которые с тобой выходят на сцену. Потому что хайповать можно всегда. И это самый быстрый путь популярности. Вопрос, стоит ли это? Просто как будто популярность в соцсетях это что-то не очень хорошее. Это же отлично. Если популярность в соцсетях есть, да какая разница, в соцсетях это или в обычной жизни, или в шоу-бизнесе, или где-то. Если популярен с помощью продукта своей деятельности, а не просто так, то это не вспышка. Ты это заслужил, а значит, это хорошо. И не надо с этим справляться, этому надо радоваться. Пытаться заинтересовать людей своей жизнью, чтобы соцсети были не только наполнены, вот что я делаю утром, что я делаю вечером, что я делаю днем, с кем я тусую, что я покупаю. Должны быть какие-то интересные посты, чтобы людям было интересно следить за твоей жизнью, за твоими передвижениями. Субтитры сделал DimaTorzok